Всем привет! Сегодня понедельник, а значит с вами я, Владимир Пересада, и мой обзор основных торговых идей. Я не буду проводить аналитику, я просто поделюсь с вами торговыми идеями, которые отобрал для себя и для своих ребят. В данный момент времени у меня открыто только две позиции. Это покупка по канадскому доллару и продажа австралийского доллара. На данном этапе это единственные две сделки, которые открыты, пока по ним корректив нет. Что касается идей. Во-первых, начала падать нефть, и мы знаем, где была основная зона объемов, стагнации и непосредственно в цикле движения, консолидации движения. Поэтому я бы рекомендовал по нефти марки Brent располагать лимитный ордер на покупку по цене 36 долларов со стоп-приказом ниже 34 долларов. Это актуальная идея, которая имеет высокий потенциал и которая имеет огромную вероятность непосредственной отработки. Что касается нефти марки WTI, то здесь зона лимитного ордера находится по цене 34 с риском ниже 32 долларов. То же самое. Можно работать аналогично, но я бы предпочел ставить лимитник либо на одном инструменте, либо на втором. Потому что в случае срабатывания стоп-приказа, вы скорее всего получите его сразу по двум маркам нефти. Так что выбирайте ту марку нефти, которая вам ближе. Если говорить о долларе, то сейчас ничего интересного не происходит. Цикл не завершен по-прежнему и рост индекса на прошлой неделе был связан в основном с падением фунт-доллара, непосредственным усилением доллара на этом активе. Сейчас я бы не рекомендовал ничего нового открывать, но по фунту-доллару на случай варианта роста можно расположить лимитный ордер. У меня здесь все записано в моем блокнотике. Лимитный ордер на покупку 26.10 со стопом 24.80 на случай роста ордер на продажу 29.90 со стопом 1.3060. Это что касается непосредственно фунт-доллара. Есть идеи по нему. По американскому рынку акций индексы обваливаются, мы видим падение Dow Jones, видим падение S&P и видим падение NASDAQ. И все падение в область ключевых зон спроса, где можно подумать о том, чтобы брать какие-то акции в длинную. Зона спроса на S&P это 3.250, 3.200. Зона спроса на Dow Jones это 26.826. И зона спроса на NASDAQ это 10.900, 10.500. Соответственно, в случае входа цены в эти области, вы можете пробовать брать акции, которые входят в состав индекса, либо смежные с индексом бумаги. По бумагам, которые интересны для покупки. На прошлой неделе я давал несколько рекомендаций в качестве коротких и в качестве непосредственно длинных. Короткая рекомендованная была это GAP. Сейчас мы с вами посмотрим на GAP и сразу же вам станет понятно почему. Так, не с той биржи взял, открыл. Смотрите внимательно. Это зона максимума, база и цена начинает от нее откатывать. Потенциал падения вплоть до 13 долларов, поэтому если кто-то открывал GAP в короткую, держите пока никаких корректив нет. И ELLE. Здесь тоже идея была открывать короткую по базе, обратите внимание. Вот она база. И сейчас идет в отработку. В случае повторного ретеста 25 лучше закрыть позицию. Если цена все-таки пройдет 23 доллара, то удержание вплоть до 20 долларов. Неплохая тоже идея, учитывая специфику данной компании. По длинным. Интересно посмотреть на самые попсовые бумаги. В частности, это Apple. 96-90 долларов. Это зона спроса на падение. Если все-таки индексы потянут ниже, то может быть мы увидим цену здесь. И сама цена привлекательная для того, чтобы купить компанию. По Tesla. Здесь ближайшая зона спроса это 300 долларов. 300-280. Тоже можно будет в случае ретеста попробовать здесь работать. Стандартная формация движения, консолидация движения. И здесь идет некое V-образное снижение. Если не продолжится рост, то здесь тоже вариант интересный. Из прошлых идей, которые даны были в понедельник, MasterCard пришел в зону спроса ближайшую 330-320. Можно пробовать краткосрочно. Здесь уже был импульс небольшой. Повторный, скорее всего, импульс может и не произойти. И для более сдержанных людей можно поставить лимитный ордер 315 со стопом ниже 300. И среднесрочный 300-290 долларов. Более симпатичный по формации. Это идеи, которые сейчас могут быть самыми актуальными. По фармакологии и с текущих. Нововакс. Тикер N-Vax. Здесь можно непосредственно уже было брать длинные. Учитывая то, что рынок в принципе вблизи откатных. Это первая ласточка, которую можно брать в длинные и отрабатывать. По PayPal, который я вам тоже рекомендовал. Он подходит к зоне спроса. Это 175-165 долларов. Тоже закоррелирован он с индексом. И это неплохо в плане вероятности отработки. Это те идеи, которые можно сейчас воплощать в жизнь. То же самое вы можете торговать не отдельно, а акция брать индексы по тем значениям, которые я вам называл. Можете попробовать отработать валюту по лимитным ордерам. Есть что торговать. Думаю, что на этой торговой неделе вы воспользуетесь некоторыми из моих идей и останетесь этим довольны. Брифинг довольно короткий, но основная цель была дать вам идеи, а не разводить аналитику. Всем спасибо за внимание. Всем хорошей торговли.